Всем привет! В эфире канала Хоккей Спорт 24, уже полюбившаяся вам программа «Момент дня». Сегодняшним ее героем стал человек, которого в этом сезоне НХЛ не может остановить буквально никто, и который весной готов установить уникальное достижение. Итак, тема выпуска – новый яркий концерт от Никиты Кучерова. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк. Поехали! Бомбардирская гонка в нынешнем регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги – это отдельное удовольствие. В немалой степени этому способствовал звездонападающий Эдмонтона Конор Макдэвид. В прошлые сезоны он выносил всех в одну калитку, а на старте нынешнего сбился с привычного темпа и позволил конкурентам почувствовать шанс на завоевание Арт Рост Трофи. Сильнее остальных этой возможностью воодушевились форвард Тамп и Никита Кучеров и звезда Колорадо Нэттан Маккинон, которые в середине января удерживают лидерство в рейтинге самых результативных игроков сильнейшей лиги Северной Америки. Перед стартом очередного игрового дня, в ночь с 18 на 19 января по московскому времени, в активе «Россиянина» и «Канадца» значилось по 72 очка, у Макдэвида – 58. Эвилан встречались на выезде с Бостоном, сгорели со счетом 5-2, а Маккинон ограничился заброшенной шайбой. Кучеров же идеально воспользовался шансом и захватил единоличное лидерство в гонке за Арт Росом. Куча ждала противостояния с Кириллом Капризовым и его Миннесотой. К середине матча русские звезды обменялись результативными ассистами, не самым заметным образом поучаствовав в шайбах Виктора Хедмана и Марка Росси. А вот далее Никита вынесся отечественника без вариантов. Перва он обокрал одного из соперников за воротами Уайлд и моментально выложил шайбу под бросок Брейдену Пойнту. Тот справился со своей не самой тяжелой миссией со второй попытки. Ну а в третьей 20 минутке Куч сделал то, что за время своего выступления в НХЛ делал десятки раз. Большинство лайтнинг, перевод на Стивена Стэмкаса, бросок в касание. Классика! Фиксируем важные цифры. Молнии вынесли дикарей с отсчетом 7-3, одержав четвертую победу подряд. А их российский форвард в первом сезоне добрался до отметки 75 очков и отдал 500-ю голевую передачу своей карьере. Гений, которого невозможно остановить. В регулярке Тампи осталось сыграть 37 матчей, вся борьба за место в плей-офф еще впереди. Прямо сейчас клуб из Солнечного штата Флорида идет восьмым восточной конференции. Ну а его главную звезду ждет битва с МакКинаном, Пастерняком, МакДэвидом и даже самим собой. Личный рекорд Никиты – 128 очков за регулярный чемпионат. Вдруг удастся его побить? На сегодня это все. Мы обязательно вернемся, чтобы рассказать о новых подвигах и рекордах российских суперзвезд в лучшей лиге планеты. Не переключайтесь. До скорого! Продолжение следует...